Всем привет! Хочу такое небольшое видео снять про дебилизм русского народа, куда же без дебилизма. Вообще просто пришла на пляж, сегодня у нас такая вот отличная солнечная погода, но так как время еще 7 утра, еще нет никого, я просто хожу по верху, слушаю музыку покойную и ослабляюсь. Короче, у нас вот здесь вот типа облагородили пляж, но у нас знаете, как облагораживание происходит? У нас типа как бы облагородили, 3 копейки вложили, все разломалось, например, вот это какая-то тут херовина, тут трос был, и можно было ездить туда-сюда. Вот это вот сломалось, и теперь это вот в таком виде будет стоять на протяжении нескольких десятков лет, пока вдруг кто-то там, губернатор, мэрия города не решит, что еще можно 3 копейки, короче, в это вложить. У нас все так это для галочки. Потом у нас вот здесь вот сделали асфальт, вот такие поставили чудо-лавочки, мусорки, которые давным-давно умные, умные такие хитрые люди, хитрожопые такие спиздили к себе на дачу там или еще куда-то там они спиздивают. И самое главное, короче, что вот здесь вот по обе стороны получается вот такая длиннющая вторая второстепенная дорога, как бы по факту она вообще нахрен не нужна, потому что есть здесь вот проспект Ленина, потом есть второстепенная дорога. А вот эта вот площадь, ее можно было как-то сделать, ну, в плане того, что там для детей, для хождения, ну, короче, вот какую-то такую зеленую зону, ну, в ней нет вот этой нужды, потому что есть вот эта второстепенная дорога, и в ней нет нужды. Она мало того, что вот такая вот ровная, здесь можно, знаете, как гонять, ну, можете представить, да? Так еще смотрите, короче, на протяжении всей вот этой вот дороги, когда ее закатали, закатали вот этот асфальт, вот, такие типа умники, они даже не подумали о том, как вообще фигачит здесь дождь, и сколько дождя в Нижнем Новгороде, и какое количество дождя здесь будет вот из всех вот этих вот дорожек сюда вот вытекать, да? Ну, ума нет, когда что тут с этим сделаешь, и куда? Куда этот дождь, короче, будет уходить, да? Тем более здесь же вот так все равно по склону все туда вниз идет, вот, и когда в первый год, когда вот эта вот фигня случилась, первый раз, короче, огромный, огромный был такой вот тоже вот сильный дождь, то, короче, вода, она прям с кусками асфальта унесла все туда, вот вниз, короче, в воду. Они такие, да, что-то, ну, 21 век же на дворе, что-то мы какую-то херню сделали. И они такие, типа, ну, надо сделать ни херню, надо сделать ни херню, и сделали другую херню, короче, вот, ну, залатали здесь то, что там, типа, внесло, ну, и вот такую вот фигню сделали, вот. Ну, это же вообще, да, ну, классная же фигня, вообще она же от всего спасает. И получается там, вот там, как раз в этом месте, где вот эта вода, она типа так раз входит, сейчас я вам покажу, типа она раз такая здесь входит, где тротуар, а там она, представляете, фигашит с какой силой, представляете, что там получается. И что самое главное, как раз единственная часть деревянных полов, которые из какого-то дерева там сделали, здесь, кстати, был еще второй настил, его тоже унесло однажды, вот. Короче, получается, вот, ну, все, что они здесь напроектировали, вот эту вот фигути, ну, да, вот эта вот, вот эта вот вещь, которая вот туда прямо уносит все стихийно, как раз здесь был вот второй вот этот вот, типа, как от солнца, вот это заграждение. И вот эти деревянные полы, это единственное место, где они есть, но там вот они еще есть. Вот, сейчас я вам покажу поближе, вон там они есть, тоже непонятно для чего, потому что такой типа, как бы, такой типа мосточек, как будто бы с него можно прыгать, а по факту туда прыгнуть нельзя, потому что там мелко. Ну, тоже нашли такое подходящее место, где его надо сделать. И здесь, короче, вот эти все деревянные полы, на которые были потрачены деньги, они это, короче, все вечно вот так вот затекшие вот этим вот, короче, вот этой вот грязью с водой, короче, и с землей такой, и все. Вот, это такие у них такие тут чудные там переодевалки, где нет ни крючочка, ничего, вечно там не знаешь, куда, короче, все это деть, всю свою одежду, да. А еще мне, короче, вопрос по поводу лежаков. Все лежаки, вот, короче, они вот так стоят, да, и никто из них, из этих умников даже не подумал о том, что солнце, оно вообще с другой стороны встает, да. Это, если вы поняли, север. А, нет, юг, юг с той стороны. Так, восток, с восток, и оно встает, на запад оно садится, да. И получается так, что, типа, вот, ну, ты полдня не можешь позагорать. Вот даже сейчас, короче, когда я пришла, я бы как бы могла лечь, потому что, ну, холодно, люди вот такие, типа, там, такие, типа, там, одетые ходят в куртках. Вот, а я из-за того, что хожу и хочу, в принципе, сейчас побегать, я это, вот такая вот раздетая, мне нормально, у меня кофта вот так, типа, поясницу держит в тепле, а здесь вот мне надо, чтобы было не жарко, иначе, когда вот жарко становится, я не могу удивиться, мне надо, чтобы было вот так вот эта вот часть, эта вот раскрытая. Вот. И как бы по факту получается, что люди, которые с утра приходят загорать, да, они могли бы просто, вот, если бы какая-то часть мозгов была у этих людей, они бы понимали, что солнце, оно с утра светит в одну сторону, а потом светит в другую. Почему, например, сразу нельзя было половину лежаков сделать, да, там, в одну сторону, а половину в другую. И по факту даже вечером, когда люди приходят, например, да, не все же люди хотят лежать на солнце, некоторые люди хотят просто лежать на лежаках и читать книги, например, да, они бы раз, вот в ту сторону, вот в эту, где, точнее, да, там не светило бы солнце, они бы просто лежали, отдыхали и читали книги. Ну, короче, у нас же все для людей, наслаждайтесь, люди. И, типа, как бы, ну, когда по факту разговариваешь о обогораживании, да, вот так елки посадили, они их воткнули сюда и не поливали. Вот деревья мне еще нравится, как в Нижнем Новгороде сажают деревья, они так втыкают их и не поливают, ну, типа, само как-нибудь там, да, оно вырастет. А дерево, по факту, когда оно только посажено, не может само вырасти, вот, его нужно, ну, как-то, ну, как ребеночка, кормить, поить какое-то время, конечно же, им заниматься. Вот, и вот так вот они стоят, короче, в таком виде, вот эти вот елки, вот, если вы видите, да, в таком виде они стоят, вот. Ну, короче, вот такие, типа, они сделали, отчитались для галочки, ну, и все офигенно. Типа, вы должны сказать спасибо, спасибо, да, вам облагородили здесь. Вот я живу с 95-го года, здесь никто даже палец, за палец ни разу не ударил, а тут, типа, прошло практически, да, сколько там, 30 лет, 40-50 там, да, и, типа, кто-то здесь, вот, ну, сделал очередную херню, вот, и, типа, вы должны за это спасибо сказать, так радостно. Ну, вот еще, вот здесь вот есть урна, вот такая вот лавочка здесь будет стоять, вот. Вот ей будет здесь хорошо, в этой лавочке все будут счастливы, вот. Вот, а еще меня прям тоже, вот, аж коробит, да, от этой мысли о том, что, ну, типа, они облагородили, облагородили, типа, да, это, кстати, единственный туалет, вот здесь вот у нас, около спасателей стоит единственный туалет, и он закрыт на замок, чтобы вы понимали, я ни разу в жизни у него в туалет не ходила, потому что вот он на замок закрыт. И самое главное, что, ну, для меня, например, облагородить озеро, вот видите, какое оно, например, у нас большое, да, и для меня облагородить озеро, это сделать так, чтобы люди, вот, приходили, сделать какие-то тропинки, да, там, выложить их и облагородить озеро вокруг, чтобы люди могли ходить, гулять, да, там, с собаками, бегать, ездить на велосипеде, там, потом в той же самой проекции они там на лыжах, да, там, чтобы они там катались. Но если вы взялись за облагораживание озера, ну, раз в сто лет, да, ну, то можно было же сделать хотя бы, чтобы это облагораживание, оно было целиком и полностью вокруг, чтобы это не было вот так вот точечно с одной точки до другой, а чтобы это было именно вокруг озера. А у них даже получилось так, что, типа, облагораживание началось с одной точки, и даже до другой точки не дошло, потому что фонари, если вы, короче, заметите, фонари, они такие идут, 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 и потом такие раз и заканчиваются, как бы там дальше идет дорога, а фонарей уже нет. Когда сюда вечером приходишь, там в одной части пляжа нет фонарей. А знаете почему? Потому что в них граница пляжа заканчивается в этом месте. Вы только вслушайтесь, ну, так типа раз, и в этом месте заканчивается граница пляжа. Вот видите, вот этот один столб, другой, третий, а потом нет дальше освещения. Ну, потому что граница пляжа закончилась. Как бы озеро не закончилось, асфальт не закончился, и люди дальше продолжают ходить, но граница пляжа закончилась, вот, и все, типа, ну, дальше все. А также еще мне прикол, короче, в этом году понравился, когда меня все спрашивают такие, Наташа, ты такая сгорелая, ты на море ездила? Я говорю, нет, я не ездила на море. Я говорю, а где ты так загорела? Я говорю, ну, на силикатке я загорела, где я так могла еще загореть? Они такие, так ты же работаешь каждый день. Я говорю, ну, да, я работаю каждый день. Ну, так я загорать хожу с утра. Солнышко-то оно, привет, дорогой. Солнышко, оно-то ведь с 4 утра, представляете, вас здесь ждет. Представляете, оно уже поснулось в 4 утра, и вас уже здесь ждет. И вы приходите и загораете, да, потом там плаваете. В выходной у вас остаетесь. Я вот в прошлый свой выходной, в единственное воскресенье, я пришла на пляж в 5 утра, я сначала ходила, занималась, делала упражнения, потом побегала, а потом пришел мужчина, один с Чикаловской станции, я знаю, что он приходит плавать, я уже, короче, спустилась к нему туда, и уже тоже разделась, и мы уже вместе с ними плавали, а потом уже все остальные люди пришли. И все мне такие говорят, Наташа, ты что? Там же нельзя купаться! Там же нельзя купаться! Я говорю, вот на меня посмотрите, я там с 95-го года купаюсь в этом месте. Где то место, в котором вы бы мне сказали, что я купаюсь в каком-то непонятном месте, в котором нельзя купаться. А в этом году они еще дальше пошли, короче, они, типа, приехала вот эта какой-то там СЭС, там или еще какая-то, вот эта вот, короче, организация такая, которая беспонтовая, такие же, как и метеорологи беспонтовые, вот. Они взяли пробу воды, и у них получилось так, что у нас вот здесь вот даже висел этот, на нашей вот этой будке висел черный флаг, на нашей будке спасателей висел черный флаг. Я когда подошла к ним, спросила, я говорю, а что у вас черный флаг висит, у вас кто-то умер, что ли? Он говорит, нет. Это означает, короче, черный флаг у них означает, это то, что, ну, здесь купаться в этом месте нельзя, потому что вот эта вот организация, она взяла анализ воды, и получается так, что вот в том месте, в дальнем, на первой стоянке, где мы с вами были, где там воду, короче, паркет стекает, там, короче, там, там можно купаться, там хорошая вода. А вот в этом месте, короче, вот где наша стоянка, где я обычно нахожусь, да, я, потому что мне вот, я всегда переплываю туда-сюда много раз, с одного берега на другой, там, типа, не знаю, что-то там происходит, то ли свадьба у каких-то этих, кто там, они там православные, еще кто там, я не знаю. Ну, короче, какие-то люди в белом, я не знаю, какие-то верующие, может быть, секта какая-то, что-то у них там происходит, вот, они там пляж этот атаковали сегодня. Вот, и что, про что я хотела сказать-то? А, а здесь, короче, нельзя купаться. Я говорю, в смысле? Ну, это же не река, это же озеро. Как в одном месте можно купаться, а в другом месте, в этом же озере, причем не очень большое, я считаю, что это не очень большое озеро, а в другом месте нельзя купаться, это же, в принципе, невозможно. Вот, ты не идешь вообще, чистой воды такую себе эту значимость, такую значимость тоже вот эту вот придумывают, как же эти говнометеорологи, которые там типа такие, вот сейчас будет жара, да, вот сейчас жара, а вот сейчас вот сегодняшнего дня начнется дождик, и он будет неделю, дождик будет неделю, я такая всем говорю, да, не будет неделю, будет дофига вообще, будет холод, и так и получилось, что дождик начался, и он такой почти был, почти три недели он был, ну, две там с чем-то недели, вот сегодня только получилось так, что первый день, когда вот так вот я вот хожу, в майке, потому что все это время я не могла приходить, купаться здесь, загорать, потому что было очень холодно, ветер был холодный, я просто бегала, единственное, что мне хотелось, это с утра проснуться, одеться во что-нибудь тепленькое, и пойти побегать, короче, купаться и загорать, не было никакой возможности, вот такое вот я сняла сегодня для вас, я не знаю, может быть оно будет для вас полезное, просто так получилось, что как-то мне захотелось с вами об этом поговорить, а там уже еще длины впереди бегут, вот, а я вот сейчас, например, в туалет, да, но я еще хочу побегать, а я уже хочу в туалет, вот, мне надо придумывать, какие кустики тебе сходить, ну туалет же облагорожен, все, что для тебя сделали, все же для тебя сделали, облагородили, Наташечка пользуется, вот, это я тоже подписана, подписана на одному мальчишку в этом инстаграме, вот он там, вообще он тоже живет в каком-то российском городе, и там такую вообще разъебанную, он каждый раз все снимает, такой, типа, ну, идет, идет, идет такой забор, потом раз такая, типа, калитка, а куда калитка-то, если вот здесь вот трасса, как они вот эти вот уебки, всякую вот эту херню делают, или, например, там, ну, типа там какой-то был газон, такой, да, а потом какие-то уроды там проехали, и получилась такая клея, и в ней постоянно вода стоит, и он, когда там, короче, был газон, он все говорил, такой, вот, ну, нахера вот здесь вот этот вот газон сделали, что вы тут хоть собираетесь, помидоры, и потом раз в какое-то время проходит, не, блядь, помидоры не стали тут, короче, расти, они решили рис посадить, вот рис точно, и мне нравится, как вот у него такая вот, как бы он все вот это вот говнище вот это вот снимает, да, и вот такое у него чувство юмора, или там это, ну, тоже по трассе, там, короче, в середине, там что-то бетоном заливают, и так все там что-то как-то на полиэтиленом натягивает, он каждый раз ездит, и говорит, здесь вот, ну, теплицы, теплицы построят здесь, вот, да, видите, тут бетоном заливают, все пакетами, завтра мы здесь проедем, посмотрим, короче, что они здесь высадят, так у него там, прикольный, прикольный, короче, такой аккаунт, я вообще мне, вот эти вот мальчишки, там их много, вот всяких разных, на которых я в инстаграме подписана, они мне, конечно же, поднимают настроение, вообще, вообще, мне странно себе представить, что, вот в нашем мире, который сейчас существует, вот вы вот живете с этими придурками, вот, с этими тряпочными, которые себя ничего не представляют, такие твердолобые, такие, не сексуальные, не имеют чувства юмора, такие, да, ну, когда мы сейчас живем в таком мире, когда мы можем на ежедневной основе, у меня же рука уже встала, на ежедневной основе проводить время, совершенно с другими людьми, я вот могу, например, представить, что раньше, например, там, когда, моя мама, например, да, там, жила, не будем там, куда-то там, дебри уходить, но вот просто, когда моя мама жила, да, когда, ну, ничего не было вообще, там, да, от слова вообще не то, что там было, просто вот у нас два канала, один российский, а другой в Казахстане, там, наш там, казахстанский, да, там канал там был, вот, я не помню еще какой-то, может быть, второй какой-то был канал, но, по-моему, у нас вот такой вот телевизор был, с приключателями, чик-чик, по-моему, у нас два канала было, вот, и о том, и как бы, ну, у тебя была просто работа, у тебя была просто семья, и у тебя был просто муж, ну, какие еще у тебя были развлечения, да, если у тебя не было, вот, например, Ни специи, я вот помню, да, не было ни специй, был только соль и чёрный перец, там, да, какой-то укроп замороженный, ненавижу укроп замороженный, ещё такой был в соли, такой в банке, тоже его ненавижу, да, там лавровый лист, возможно, там продавался, там ни чая, ни кофе, у меня сейчас кофе 50 сортов и чая 50 сортов, а у них то, что вот был уже чёрный там какой-то чай индийский, да, вот это уже как бы, ну, просто суперправильно, Праздник был, да, и поэтому, ну, вот, ты как бы жила с тем, что у тебя есть всё, вот по факту вообще ты не могла никакого себе разнообразия в жизни позволить, ни одежды, ни духов, ни косметики, ни музыки, ни фильмов, ничего в твоей жизни не было, вот, блин, вообще, а я прям сейчас сказала, мне промышлому и страшно стало, вот, А когда сейчас, вот, ну, у тебя такое разнообразие того, чем ты можешь насладиться, да, как ты можешь проявиться, от чего ты можешь кайфануть, как это можно всё, вот, ну, поменять на житие, вот, вот, с этим человеком, который по факту ничего не делает, только тебе мозг выносит целый день, да, Если вокруг такое количество вообще всего прекрасного, что тебе доставляет удовольствие по жизни, потому что жизнь это и есть удовольствие, вы вообще ни хрена ничего не вспомните, Вообще ни хрена с собой в гроб не унесёте там, да, там, в могилу в эту, вот, хотя я, в принципе, в могилу вообще ничего не унесу, я прям, как только узнала, что этот, клематорий в Нижнем Новгороде открыли, такая, думаю, ну, всё, блин, чуть-чуть, а на дрова я точно накоплю, вот, я бы, в принципе, как бы вообще даже и в клематорий не пошла, мне бы просто дров хватило, я вот, не понимаю, почему я не могу себе это позволить, Почему государство заставляет, меня принуждает вот таким образом себя утилизировать, хотя я бы вообще просто приручила бы дракона, который меня сжёг, да, как в чудесном фильме, да, про драконов Вот, ну, либо хотя бы на дрова, да, а то сначала надо ещё, типа, ну, пару миллионов на зубы накопить, да, вот в таком возрасте, как у меня, вот, только накапливаешь на зубы, и потом сразу, короче, чтобы, ну, чтобы красивой в гробу лежать, надо ещё пару миллионов на зубы, вот такие, короче, задачи. У государства, у общества у меня нет таких задач вообще, но оно такое, типа, тебя туда двигает, вот, так что, девочки и мальчики, пойду поищу какие-нибудь кустики, схожу посикаю и попробую немножечко побегать, потому что болтать я уже с вами устала. Я всё думала, что, может быть, сейчас звонила моя подружка, вот эта вот, которая женщина, 80-летняя, которая у нас в Нижегородской, Берлин, Монро. Я хотела немножечко поснимать видео тоже с ней, каждый раз, когда она была на пляже, у меня не было с собой телефона, я не беру с собой телефон на пляж, потому что я хочу как-то более раскованно себя чувствовать, вот, не следить за сумкой, чтобы она просто лежала, а я просто наслаждалась солнцем, могла заснуть, могла уплыть куда-то, я поэтому с собой телефон не беру на пляж. Вот, а сейчас вот так вот получилось из-за того, что я хотела походить, позаниматься, побегать, он у меня есть, вот, и она мне сейчас звонила, спрашивала, где я? Я говорю, да где я? Я уже здесь. Она говорит, там кто-нибудь есть? Я говорю, да нет никого, я одна, тебе мало, что ли? Приходи, нас будет двое, если ты так переживаешь. Вот, так что, возможно, я просто так планировала поснимать ее, возможно, если она согласится в этом поучаствовать, она такая женщина, хоть и продвинутая, но не настолько, потому что она смотрит телевизор, и мир ее, вот этой вот телевизионной информации, он, конечно же, изрядно искажен. Вот, ну, я не буду с этим работать, зачем мне это надо, вот, она все равно, мне сложно будет ее уже в таком возрасте перебедить, если она сама себя не смогла перебедить в этом. Я точно не буду этим заниматься. Вот, пусть она проживет остатки своей жизни в той фальше, которую она для себя придумала. Ладно, все, я вам сейчас скажу, типа, пока, но, возможно, мы еще вместе с ней поснимаемся, давайте.